Девушки отдыхают Для меня главное было возбуждение, опасность, нахождение под огнем. Мне это нравилось. Я чувствовал, что делают действительно что-то важное. Жертв все больше сейчас, даже среди боевых операторов. Девять человек впало, чтобы сделать эти кадры. Один из наших командиров сказал, что ни одна фотография не стоит того, чтобы рисковать жизнью. Но мне кажется, когда ты увлекаешься пылом битвы, то забываешь об этом. И думаешь только о фотографии. Откровенные боевые фотографии Второй мировой войны настолько живые и настолько захватывают нас, что последнее, о чем ты думаешь, что ведь кто-то их снимал. Но кто-то снимал их. Боевые операторы Некоторые солдаты воевали с танками, другие с самолетами. Большинство из них ползло через грязь, снег, песок. Но маленькая группа людей всю войну сражалась с камерами. Они приезжали из таких мест, как Окленд, Нью-Йорк и Бьют-Монтана. Они были молодыми, задиристыми и непроверенными боями. Некоторые уже были профессиональными фотографиями, но для большинства последнее большое фото-задание заключалось в фотографировании выпускного балла в школе. Теперь они готовы были оставить эти годы далеко за спиной. Они должны были учиться делать военные репортажи или при этом умереть. Там все всех убивали. Только, милостью Божией, ты пережил войну, непонятно как. Всем было страшно. И я думаю, что физическое мужество, которое я начал открывать, не было таким уж редким. Ни с нашей стороны, ни с другой. Страх присутствовал всегда. И мы чувствовали, что страх – это нормально и даже очень полезно. Они были частью специальных боевых фото-подразделений, созданных армией и флотом морской пехоты, с единственной целью – делать кинокадры о войне. И фото, и кинопленки, которые сделали все эти операторы, давали боевым стратегам важнейшие инструменты для выработки тактики и подготовки новых людей. Но, может быть, величайшее влияние на их изображение было сделано киножурнальными. На фронте Морали, как написал один комментатор того времени, любая картинка, любое изображение – это пуля. Геннайтед Низ. Своевременно передавая новости с фронта, операторы были глазами публики. Их картинки возвращали войну домой и укрепляли нацию. Хотя в то время боевые операторы не были отягощены всем этим. Они не знали, что их ждет впереди. В 21-22 года, когда происходят все эти вещи, я чувствовал себя действительно неубиваемым. Молодой солдат, которого даже пуля не царапала. Полон уверенности в собственной неубиваемости, в преступности. И думаешь, что ничего с ним не случится. И не случится не только с ним, но даже с его близкими друзьями. Но все эти наивные молодые люди споро понятают в порох и в первый раз. Будь это в джунглях, в воздухе, или во Франции, в деревне. Это было ночью, и немцы подошли к нам и обстреляли нас. Так страшно, мне не было никогда в жизни. Возникло такое чувство, что немецкий пилот прямо над твоей головой мог посмотреть прямо вниз и увидеть тебя в этом окопе. Непосредственно перед съемками боя, в самый первый раз, рядом с городком Сен-Ло во Франции, оператор Рассмайер получил новость о том, что в соседское фотоподразделение все было убито во время атаки из минометов. Целое подразделение, все убито. Новости эти нас так перепугали, мы не могли поверить, что человек на такой способность, что кто-либо из наших может умереть. Я помню, сказал Чарли Самнерсу из Алабаме об этом, а он сказал, вот что, Расс, если мы сегодня не пойдем в Сен-Ло, мы всю остальную войну ничего из себя представлять не будем. Это все, что потребовалось, чтобы убедить меня. Я сказал, хорошо, пошли. Морские операторы Норм Кэтч и Билл Келликер первый раз попробовали на такой бой на юге Тихого океана. Они должны были сейчас снять один из самых тяжелых боев в истории морской пехоты. Битва за то, чтобы взять маленький островок Тарава. С берега был невероятно мощный артавстрел. Стреляли с двух сторон и спереди. Это был прямо ад на земле, честное слово. Единственное, что я сказал Келли, я тебя убью, если ты промочишь камеру. Все остальные ползали по воде. Таршали только каски. Они были похожи на черепах. А мы с Келли стояли. Во весь рост мы были оба под биометрию, прекрасными мишенями для противника. Я был мальчишкой, вы знаете. Может быть, я плохо соображал, чтобы вот даже испугаться, но... Пока это все происходит, ты настолько занят, а происходит так многое, что, в общем, ты не думаешь об этом. Это вот когда потом присядешь, задумаешься, думаю, «Господи, какая глупость. Я же мог под пулю попасть, меня убить могли». Никогда ранее такие стрепые бои не были запечатлены на пленке. Всего за 76 часов была убита тысяча морских пикотинцев и еще две тысячи раненых. Японцы потеряли почти пять тысяч человек. Ребята убивали направо и налево. Мы с Нормом и Оби Ньюком, который был просто фотографом, мы были единственными людьми с объективами, которые сошли на берег в тот первый день. Нужно было просто направить объектив, и промахнуться было невозможно. Замечательный фильм «Старова» поступил в важнейшее время. К 1943 году американское руководство заволновалось тем, что народ стал негодовать по поводу войны. И кадры «Старова» дали то самое выворачивающее наизнанку противоядие, которое было так необходимым. Первый раз показывали трупы, просто чтобы дать понять, насколько плохи дела на фронте. Что ребята не на пикник идут. Этот фильм обрушился на людей между Днем Благодарения и Рождеством и произвел очень-очень большое и важное влияние, вызвал важную реакцию у публики. В фильме, который Хэтч, Келлехер и другие операторы из морской пехоты сняли, мертвые американские солдаты были показывать на пленке впервые за всю войну. Американские зрители наконец начали видеть ту самую жестокую войну, на которой действительно сражались американские солдаты. Как использовались ваши фотографии или кинопленки? Вот это самое важное. Ваш материал никому не был нужен, если никто не пользовался им. И не стоил он ничего. Как Чарли Саннерс, он на той стене. Человека стреляли, и в этот момент он снимал рапидом. Четыре-пять крат быстрее. Он запечатлел смерть, но что действительно произвело на него влияние. Это когда он услышал, что отправили назад телекс, где было сказано «Капрал Саннерс, вы сделали прекрасные кадры. Нью-Йорк Дэйли Ньюс поместит их на обложку своей газеты». Это было очень важно для него. Он гордился этим. Боевые операторы смотрели на войну по-другому. Видя, как разворачивается бой через видоискатель, ты получаешь как бы необходимое, но тем не менее настораживающее расстояние до того, что видишь. Он чувствовал, что чего-то достиг. Он сделал его фотографии. Ну, может быть, кого-то несчастного, подстрелянного, падающего. Трудно сказать сразу. Но тем не менее, первая мысль – как это здорово. Конечно, никто не думал, что объект этой фотографии был уже полумертв или мертв. Все думали о корреспонденте. Кто вы прежде всего, оператор или солдат? На одном задании один из хвостовых стрелков был ранен. Он лежал и не мог понять, как тяжело он ранен. На нас нападали истребители, а это означало, что другой хвостовой стрелок отстреливался как мог. Руки у него были заняты, оставался я. Что же мне делать? Фотографировать парня, у которого идет кровь, из раны или помочь ему? Ну, в то время помог. Я думаю, что снова помог бы. Но в тот момент мне пришло в голову, что, наверное, мне надо что-то делать с фотоаппаратами, с объективами, снимать. Вы увидите, как кто-то умирает и фотографируете. Только любимые его дома об этом не знают в этот момент. А мы знаем, мы проним страшную тайну. Вдруг две рядовые упадают, и как бы все. А мы видим в видоискатель, то, что происходит. И мгновение останавливается, и остается с тобой на долгие-долгие годы. Возвращаясь в задание, самолет рядом со мной. Стрелок в поворотной турели. Пуля прошла насквозь на турель. Пробило ему голову. Пекла кровь. Круей, поливая изнутри колпак, как будто красной краской. Когда самолет приземлился, решением капитана, вместо того, чтобы вытаскивать тело и пытаться починить самолет, его используют в качестве гроба. Поэтому на крыло встал капеллан и устроил своеобразную покоронную церемонию. После чего самолет был сброшен в воду с Юта. Вместе с телом и со всем остальным. Мы с Куком с двух камер снимали документальный фильм. От воздушного боя до панихиды, затопления самолета и последующие минуты молчания. Они все собрались большой толпой на Юте. Это была очень трогательная сцена. Боевые операторы Второй мировой войны были фотокочевниками. Приделок своего района покрытия, они переходили с фронта в тыл. Они были там, куда уводила их необходимость. Битвы и прочие события. У нас было больше прав и свобод, чем генералов и полковников. Мы могли сбросить их с самолетов, чтобы добраться до фронта. Или чтобы забрать пленки. Нам приказывал сам генерал Мак-Артур. И его распоряжения были сильнее всего остального. Там можно было лодорничать, но снимать при этом. Можно стараться быть героем. Делать свои кадры, когда хочешь, спать, когда хочешь. Волшебный билет на свободу был особым пропуском, который носили с собой практически все операторы. Он разрешал им ездить куда угодно, когда угодно, не спрашивая никого, для того, чтобы как следует покрыть военную кронику. Но даже со всей своей свободой боевые операторы не всегда могли избегать то, что для них было почетным долгом. Небоевые фотозадания. Подальше от фронта они часто служили социальными фотографами, делая кадры всяческих торжественных моментов и официальных церемоний особо важных персон и генералитета. Но и там они находились. Не всегда у нас был запас настоящих, хороших, американских вспышек. Мы часто пользовались трофейными японскими. Они не содержали сверху защитного покрытия и почти все взрывались. Как только нас просили снять какого-нибудь высокопоставленного чина, мы обязательно вкручивали японскую лампочку. Она взрывалась и было очень смешно смотреть, как этот чин спрыгает под стол или ложится на пол. Конечно, мы не смогли сдержать улыбку, когда после извинялись. Но вдалеке от тылов военные операторы делали потрясающее изображение тогдашнего современного мощнейшего боя войны в воздухе. этот воздушный бой это момент, когда становится действительно страшно. Сначала долгая-долгая скупа и потом довольно краткий момент чистейшей воды ужаса. Вам дается примерно 5 минут над целью. До цели и после цели начинают нападать истребители. Итого всего около 15 минут на задании, но этого достаточно. В дополнение к тому, что они предоставляли воздушную разведку, операторы снимали японские и немецкие налеты, записывали их тактику и служили документалистами повреждений. Камеры, установленные на пулемет и снимающие его в самом разгаре боя, дают нам самые смертельные перспективы. В воздухе работа оператора была особенно опасной, потому что он не просто снимал цели, несущиеся на большой скорости, он и сам находился в одной из них. Я снимал всех на подлете рядом и внизу и повсюду и видел, как по нем стреляют, видел, как их сбивают и говорю, о нет, я научился снимать с одним открытым глазом, потому что столько всего происходит, если стреляешься на чем-то одном, можно пропустить что-то еще, что происходит сбоку. Ну и потом нужно было пленку перезаряжать или пружину взводить, это был самый большой страх, когда ты взводишь пружину, а все на свете просыпаешь при этом. Это было кошмарное время, ты боялся, что пропустишь самое главное, там пленку перематываешь и не можешь в этот момент снимать. У Дага Моррелла тоже хватило ужасных историй. В марте 1944 года он вынужден был выпрыгивать из подбитого самолета. Через два месяца он опять чуть не погиб. На этот раз во время съемки бомбардировки нефтяных заводов в городе Плоэшти, Румыния. На нас напали примерно пять или шесть Шершмиттов 109. Они летали и летали, стреляли, отбивая от нашего фюзеляжа куски. Это был непрерывный огонь. На борту начался пожар. Я схватил маленький огнетушитель, а потом подумал, до чего я? Придется прыгать. Я пошел в хвост, выбросил камеру и выпрыгивал с парашютом с остальными ребятами. Их там было около пяти человек. Я выпрыгнул и через две или три секунды валют взорвался. Даг Моррел провел четыре с половиной месяца в лагере для военнопленных. Ему повезло. Но слишком часто в стремлении сделать хороший кадр операторы получали ранения или погибали. По неофициальным оценкам один из каждых четверых операторов был убит или ранен. Филл Стерн был одним из раненых. Его последнее военное фото было снято во время боя в долине Аль-Гитар в Тунисе. Я фотографировал линию войск, отправляющиеся в долину, когда был ранен. У меня было две камеры. Одной я фотографировал и другая камера у меня была в футляре. Маленький кусок в шрапнели проник в этот футляр, пробил камеру и зацепил пленку и застрял в кассете. Камера Стерна спасла ему жизнь. Шрапнель, которая чуть не попала в него самого, была остановлена всего в каких-то дюймах от его спины. Камера послужилась щитом и Стерн буквально получил войну на пленке. Больше всего, когда я испугался, это было в больнице и мне показали мой несчастный фотоаппарат застрявший шрапнелью. Друзья были ранены и самый мой близкий друг был убит в Северном Лузоне. В него попал осколок одного из наших танковых снарядов. Это было сигналом нам всем. Нужно было нагнуться. Сейчас начнут обстреливать. Мой друг не стал нагибаться и поэтому получил в живот большой осколок. На следующий день он скончался. Частично он так поступил из чувства фатализма. Он сказал, что где-то летает пуля, на которой написано его имя, и что если она так его и не нашла до сих пор, то он будет жить все время. Он ошибался. Видимо, из-за такой философии погиб. Вероятный его фатализм был продуктом того, что он быстро рос в бою. Это то, что приходилось делать многим молодым операторам. Как почти все они начали понимать, удача определяла не просто место, где тебя убивали или ранили, но и удавалось ли тебе хоть что-то снять. Мне повезло, что я оказался там в свое время. Это не был результат какого-то плана. Так получилось. Все стало по местам. Я, помните, вспоминал про человека, которому дали пинка. Немецкому военнопленному наш рядовой дал пинка, чтобы поставить его назад в строй. Этот тип был в ужасе, молодой парень, ему лет 15 было. Он схватил его грубо, дал ему пинка и все, война для него отучилась. У меня был такой кадр, я не мог подобного инсценировать. Не каждый памятный кадр относился к бою. Некоторые наиболее запоминающиеся картинки были вполне себе мирно, далеки от линии фронта. Потому что, когда боевые операторы не могли снимать битвы, они чувствовали себя обязанными запечатлеть другие военные истории. 15-летний парень служил в нашем танковом корпусе. Он фальсифицировал документы, написал, что он старше, чем есть, чтобы попасть в армию. У него была ужасная рана в Тунисе. В конце концов, он попал в тот же госпиталь, что и я. Его ранило в лицо. Шапнель растекла ему лицо. Врачи делали все, что можно, чтобы как-то починить нанесенный ущерб. Я его фотографировал. Когда он увидел фотоаппарат, он попытался улыбнуться. Для меня это было одно из самых мучительных изображений, что я когда-либо видел. Хотя камера позволила им видеть войну выразительным образом, она еще как бы защищала их. и внушала совершенно удивительное наплевательское отношение к опасности. Все отключается, все чувства, кроме зрения. Слух. Меня чуть танк не переехал в один раз. И потом я выяснил, что этот танк меня чуть не подстрелил, потому что он считал, что я фотограф только с другой стороны, неприятельской. А я был так увлечен съемкой, что меня больше ничто в мире не волновало. глядя на войну сквозь объектив, боевые операторы, казалось, профильтровывали ужас, но иногда в реальности войны проламывали все эти фильтры и врывались на экран. Для фотографов, снимавших одно из самых сокрушительных поражений немцев во время войны, ни один объектив не мог оставить в стороне то, что они видели. Это было давно, но я все еще чувствую запах. После такого настолько привыкаешь к тому, что видишь постоянно ужасы и кровопролитие. Но данный пример был наиболее откровенным. Столько народу погибло немедленно. Кровопролитие, уничтожение военной техники, человечества на поле боя. Это, наверное, было хуже, чем то, что я видел в Бухенвальде. Эти солдаты были настолько контужены, что посмотреть им в глаза и можно подумать, что они застыли, что они жили, жили и вдруг в одно мгновение жизнь выключили в них. Они стали свидетелями того, что потом и назвали падением полейского промежутка. Седьмая армия немцев была загнана в угол между двумя силами союзников. По мере того, как немцы отчаянно пытались пробиться через смыкающийся промежуток, их перебивали. Было убито десять тысяч немецких солдат. артиллеристы смотрели сквозь прицел, завидев немецкий конвой, получали команду огонь и все. Огонь прямой наводкой. Мы видели самое первое из нескольких полных уничтожений рода человечества. Это был абсолютный ад. Люди там были как загнанные в угол животные. Точка. Это было ужасно. Год спустя война закончилась. битвы за Рим, Париж и Берлин за Иво, Окинава все они были выиграны. Япония капитулировала. Операторы из армии, флота и морской пехоты запечатлели все эти события на пленке, сделав Вторую мировую войну одной из самых фотографируемых в истории. Молодые зеленые солдаты теперь стали закаленными в боях ветеранов. Либо война сделала из них храбрецов, либо скромняк. Война кончилась слишком скоро для меня. Я хочу, чтобы она длилась все дальше и дальше, потому что иначе мне пришлось бы когда-нибудь искать работу. Я ждал возвращения домой, потому что сейчас я дошел до момента, когда вся эта юношеская бравада и задиристость были из меня выбиты. У меня больше никаких иллюзий не оставалось насчет того, что я неубиваемый. И скажем так, я стал бояться Господа. Мне даже приятно, что я оказался в нужное время в нужном месте и все это видел и пережил. Естественно, приятнее всего то, что я пережил происходящее. Хотя очень многие нет. Мне кажется, я в основном вышел из войны довольный тем, что весь мой выпендреж выветрился. Чем дальше от нас война, тем ценнее вклад военных операторов становится со временем. их работа это живой памятник тем людям, кто участвовал в Второй мировой войне, тем ужасам, которые она вызывает в нас. Это не мигающий взгляд и на славу, и на колоссальные провалы человечества. И тем не менее, эти кадры это еще и более личные архивы. Потому что эти фотографии и кинопленки это домашние фильмы целого поколения, которое взрослело на глазах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин